Вы понимаете, ну вы из России давно, а я из России два года как? И я напрягался, я 53 года делал в России все возможное, как бы не поступая с принципами, с совестью, я как бы вот в тех возможностях, какие были, работал по максимуму, да? И вы понимаете, я думаю, что я не мог сделать больше. Вот мы вчера со Станиславом Кучером аж поспорились, сцепились. Он тоже в Нью-Йорке, давно из России. И вы понимаете, вот он тоже говорит, пусть русский народ проснется. Да он особо и не засыпал, все все понимают в России. Просто есть узурпация власти, есть современные технологии, есть бункер у Путина такой, что ты его не возьмешь, как 200 лет назад табакеркой царя не убьешь, вы понимаете? Убивать царя табакеркой шло там четверо дворян, вы понимаете? И он там за деревянной дверью прятался. Сейчас ты не пролезешь, вот даже резиденцию его в Ново-Огарево не возьмешь никак. Вы понимаете, Сергей, это реально другая реальность. А Пригожин? А Пригожин? Почему Путин испугался Пригожина? И почему защищать Путина не вышел никто? Вы понимаете, Пригожин остановился не потому, что кто-то там его Путина не вышел защищать, или там он... Река Ака, мост заминирован. Мы видели этих ФСБшников, которые минировали. Все, ты дальше не пройдешь. А до Москвы еще, так сказать, там 150 километров. Все, Пригожин, ты остановился там, где ты понял, что вот достигнут предел твоих возможностей. Точка. Ну, ладно. История не терпится слагательного наклонения, поэтому не можем, не будем говорить, а если бы докабы, а можно было бы обойти Аку-реку. Один был мост заминирован, соседний мост в 10 километрах, справа-слева есть другие мосты. И до Москвы можно дойти, и по-другому можно было бы. У них, кстати, были тяжелая техника. Можно было бы этот мост взорвать к чертовой бабушке вместе с ФСБшниками. То есть, ну, это все наши домыслы. На самом деле, главное другое. Главное другое. Власть вообще устроена в любом государстве. Самое главное, как устроена власть. Это ваше добровольное согласие признавать ее властью. То есть, для того, чтобы убить Путина политически, не нужно его убивать в бункере. Просто если 140 миллионов людей скажут, мы не считаем Путина своим президентом, то политически, даже если он будет оставляться в Кремле, даже если он будет в бункере, он умрет политически. Вот помните, как это было при Хрущеве и Горбачеве, при государственных переворотах. Ведь Горбачев, вот Ельцин встретился, встретились три президента Украина, Белоруссия и Россия и сказали, что мы денонсируем союзный договор. Горбачев сидел в Кремле. У Горбачева была его девятка, у Горбачева был его КГБ, у Горбачева была его армия. Но Горбачев 25 декабря, вернее, не 25, а вот прямо этого 7 декабря понял, что он больше не президент Советского Союза. Что все, нету Советского Союза. Вот он может сидеть в Кремле, он может кому-то там пытаться отдавать приказы. Но когда три республики, образующие этот союз, кстати, если бы к ним присоединился еще Казахстан, тогда вообще бы это было бы там просто сразу понятно. Но даже эти три славянские республики, они сказали, а ты больше не президент. И все. И ему ничего не оставалось делать, как 25 декабря записать сообращение, что я оставляю этот пост. Другое дело, что Путин это не Горбачев. То есть вот Путин, чем отличается Путин? Он упертый козел, гроба говоря. То есть вот он даже в такой ситуации, он будет сидеть, он будет говорить, а я буду нажимать на ядерную кнопку. Я тогда вот их-то там разбомблю, там Ельцина, отдам приказ, там чего-то и так далее. Но, хорошо, ладно, вот он упертый такой. Но вот когда весь народ вам говорит, что мы тебя не признаем президентом, то все люди, которые обеспечивают этого президента, ФСБ, Росгвардия, МВД, Министерство обороны и так далее, они вдруг понимают, а зачем нам его обеспечивать? Ну зачем нам идти против 140 миллионов людей, которые не считают его больше своим президентом? И вы знаете, что произойдет тогда? Произойдет все то же самое, что вы описывали с Павлом, потому что просто охранник Путина, вот ближайший охранник Путина, вынес свой ПМ и ему выстрелит в лоб. Просто вот это так и произойдет. Потому что когда эти люди поймут, что... Хорошо, мы его начнем защищать, да, а наши семьи... Вы помните историю, когда это было? Когда издали приказ полиции не ездить с работы в форме. Был такой приказ. При Советском Союзе? При Российской Федерации. При Российской Федерации, вот недавно, это было там год или два назад, издали приказ, что когда ты, росгвардеец и полицейский, едешь домой, ты переодеваешься в гражданку и едешь к себе в Люберцев какие-нибудь, и в Солнцево, и в Зеленоград, и в Солнечногорск, и в Медведково, в гражданской одежде. Потому что если ты туда проезжаешь в полицейской форме, то тебя убить там могут. Вот это было при Путине, это было там год назад. И вот когда все эти люди вдруг понимают, что вот что-то такое случилось, и что зачем мне рисковать ради этого урода своей жизнью, своей семьей и так далее. И вот тогда будет табакерка. Абсолютно такая же, как она была при Павле. Редактор субтитров А.Семкин